Сергей Семенович, Москва – крупнейший субъект Российской Федерации, столица нашей страны, в которой реализуется огромное количество самых разных проектов в социальной сфере, в производственной сфере. Каковы результаты работы за стекшую часть года, что нового, что интересного? Николай Анатольевич, экономика мегаполиса, на мой взгляд, адаптировалась тем условиям, которые сегодня есть, и международными, и внутренними, экономическими, в области макроэкономики. Если посмотреть по ряду показателей, мы видим, что объем инвестиций не снижается, а увеличивается, и тенденция происходила и в предыдущие годы. Но вот по первому кварталу мы видим всплеск инвестиций, я думаю, что выровняется в дальнейшем, но тем не менее, такая уже серьезная позитивная динамика, заданная прямо с начала года. Второе, мы видим, второй уже год, значительный рост экспорта производства, не очищенного от сырья, потому что через Москву проходит экспорт сырьевых товаров через московскую таможню. Мы постараемся очистить и сказать, что это реальный сектор тех товаров, которые производятся в Москве. В прошлом году мы приблизили 40% роста, в этом году мы видим уже более 50% роста. Это как раз говорит о том, что промышленность не только импортозамещением занимается, но и выходом на рынки, на международные рынки, в силу того, что становится более конкурентоспособной, ну и исходя из курсовой разницы, но и то, что они начали выходить с новыми продуктами и замещать эти рынки своими товарами, это очень позитивная динамика. Следующая, речь идет о регистрации бизнеса, это активность и малых, и средних предприятий. Второй год мы видим позитивную динамику по регистрации, предприятий. Достаточно много зачищается предприятий, снимается регистрации, которые не работают на протяжении долгих лет, но вот новые предприятия, мы видим, что они регистрируются с каждым годом все больше и больше. Это говорит о том, что экономическая активность возвращается и не может не радовать и то, что хотя бы немножко, но все-таки растут доходы населения. В прошлом году мы увидели несколько процентов роста, даже с учетом инфляции, и в этом году небольшой рост. Понятно, что это еще не компенсировало то падение, которое были там в предыдущие годы, но тем не менее, мы вышли в положительный тренд, и это, конечно, дорогого стоит. Косвенно это подтверждает и объем розничной торговли. Мы видим, что в прошлом году было абсолютное падение, в этом году уже хотя бы номинальный рост в 5%. Это косвенно также видно и по заполняемости торговых помещений, офисных помещений, везде идет позитивная динамика. Ну и, пожалуй, самый очевидный показатель – это поступление налогов. Налога на прибыль, подоходного налога. Такого роста поступления в бюджет не было со времен 2011 года, когда мы вышли из кризиса 2009-2010 года. Вот очень похожий тренд по динамике, по объему, по процентам. Надеюсь, что эти тренды и эти показатели сохранятся до конца года, и можем констатировать, что мы перешли уже не просто в какую-то нейтральную, но и позитивную фазу роста. Ну, очень хорошо, что в Москве наблюдается вот этот восстановительный рост, как его принято называть, потому как Москва действительно крупнейший мегаполис, и вообще, ну, по сути, такой общестрановой драйвер развития. И многие процессы экономические, которые начинаются в Москве, потом распространяются по всей территории государства в рамках всей нашей общероссийской экономики. Поэтому, конечно, очень важно закрепить все те тенденции, о которых вы сказали, и по инвестициям в основной капитал, и по объему торговли, конечно. По экспорту это вообще очень важный показатель. Ну, понятно, что Москвы в этом смысле особые условия, потому что Москва действительно крупнейший город, но, тем не менее, все равно экспорт продукции реального сектора является ключевым показателем, на который мы сегодня ориентируемся. Ну, и по поводу роста реальных доходов, не говоря уже о том, что доходы растут, естественно, и в номинале, на более такие солидные цифры, это тоже позитивная тенденция, конечно, было бы хорошо все это закрепить. Что касается промышленности, вы правильно сказали, что экспортный потенциал Москвы достаточно высокий, обрабатываем промышленность и услуг, но, к сожалению, все последние десятилетия промышленность Москвы, она переживала не лучшее время, она находилась в поиске своего нового пути, потому что старые, большие производства типа ЗИЛа, к сожалению, они уже в новой парадигме существовать не могли. Высокая средняя заработная плата, высокие налоги, высокостоимость земли, высокие издержки, в общем, делали такого рода предприятия на территории города неконкурентоспособные. Мы видели из года в год спад обрабатывающих производств, промышленности и вместе с руководителями предприятий достаточно много думали и готовили решений, что же делать дальше с московской промышленностью. И, по сути дела, за последние год-два выработали подход к новой промышленной политике. Она заключается в том, что мы начали поддерживать высокотехнологичные предприятия с высокой добавленной стоимостью, с высокой заработной платой и эффективным использованием земельных и имущественных ресурсов. Мы вычленили таким образом два кластера технопарки и промышленные комплексы. Технопарки – это больше касается инновационной деятельности, для начала стартапов. Промкомплексы – это уже реальное производство, реальная промышленность. По технопаркам мы установили налоговый режим на 25% ниже обычного, то есть количество льгот дает возможность меньше платить городской бюджет на четверть где-то налогов. И промкомплексы – это где процентов на 17. Это оказалось не совсем достаточно, поэтому мы пошли по пути льготирования кредитов на покупку нового оборудования, инвестиций и сейчас приняли решение о компенсации 50% подключения к технологическим сетям. Это тоже такая важная история. И весь комплекс этих мер позволит теперь сказать, что в Москве экономика вновь создающихся и работающих предприятий будет сопоставима с экономическими условиями других регионов. С учетом того, что здесь достаточно высокий, большой рынок труда, высокий кадровый потенциал, я думаю, что теперь вот эти сектора, высокотехнологичные сектора производства будут расти. Ну и мы видим, в прошлом году небольшой уже рост, это в 2,2% промышленного производства. И в этом году, если не считать остановку московского НПЗ, который дает такой негативный тренд, но в целом по другим отраслям мы видим тоже рост. Я думаю, что эти меры создания такого рода кластеров, их уже на территории города 60, и в них работает около 80 тысяч человек. Это такое серьезное, уже серьезное ядро высокотехнологичного производства будущего Москвы. И хотел поблагодарить правительство за то, что оно приняло решение передачи Москве особой экономической зоны Зеленоград. К ней присоединены еще целый ряд территорий. И теперь, кроме гринфилдов, есть еще существующие площадки, которые тоже надо доинвестировать, развивать. Таким образом, появилась целая линейка различных статусов, кластеров, начиная от технопарков и заканчивая особо экономической зоной, которая дает возможность выбирать тот или иной режим налогообложения, требований, которые предъявляются предприятиям, и развивать промышленность. И в заключение, должен сказать, что мы не только в Москве создаем предприятия, провели анализ того, что Москва генерит, какие рабочие места по России, с учетом огромного товарооборота потоков товаров и услуг из Москвы и в Москву, Москва создает около 3,5 миллионов рабочих мест от Владивостока до Калининграда. И мы видим, что, исходя с учетом роста объема товарооборота, товаропотоков между регионами, с которыми мы достаточно плотно работаем, увеличивается и количество рабочих мест, которые потенциально создают мегаполис. Ну, тем важнее укрепить те положительные тенденции, которые сформировались в экономике Москвы и в социальной сфере. Этим как раз и нам заниматься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok